Давал задачу, что у гомеоморфных графов одинаковые числа b. Бета 0 это почти очевидно, а бета 1 и столь очевидно. И сказал, что она такая несложная, в общем, надо поработать. Выяснил, что для графов все вообще довольно просто, и мне вчера Василий вам это рассказали. Давайте начнем с того, что расскажите, как делается задача про гомеоморфный граф, а потом я уже приду к пленам, чтобы не прорываться на графы. Иди здесь, расскажите. Потом я в конце реакции объяснил, почему, к сожалению, для двумя напулетов так просто все-таки не получится, хотя тоже с проблемой можно справиться. Я напомню, в чем задача. Два графа гомеоморфные, если из одного в другой существуют взаимно однозначные и прорывные отображения. Но при этом отображения не обязаны переводить с вершины в вершины и ребра в ребра. Вот, это вот один граф, предположим, да, а это другой граф. Но, значит, вот сейчас специально поставим вершину в разных местах. Ага. Ага. Вот здесь несколько дуранских вершин, да. Здесь вершину стоять придется, да. Вот. Да. Да, да, да. Вот здесь как раз здесь нет. Хорошо. Да. Так. Вот почему у них одинаковое число B? Ну да. Между ними есть такой же видный параллельный перенос, на взаимооднозначное соответствие непрорывное. Так. Да. Возьмем один из этих графов. И, соответственно, перейдем во второй. И посмотрим, куда перешли все его вершины. Отметим их на это. Ну, отметим крестиками. Да. Иногда они переходят в вершину G. Вот так. Да. Иногда нет. Ну, остальное тоже. Ну, остальное, да. Вот. А теперь... А вот сюда за этим ничего не перешло. Здесь крестик не стоит. Да. То есть правым верхним кольцом плохо получается. Там и так, и так два ребра. И потом в другом графике. Какая есть. Ну что? Ну, переносное и главное. Вот. А теперь у нас есть обратное отображение. Обратное переводит, соответственно, все вершины с крестиком. То, что и так есть. Те вершины, которые у нас тут есть. Ну вот. Проделаем обратное. И еще вершины из этого графа, соответственно... На суть там нолики. На суть там нолики. Ну, он на суть нолики. На суть нолики, да. На суть нолики, да. Ага, так. Вот. Тогда у нас получилось два графа, которые, как мне правильно сказали, комбинаторно одинаковые. Ну. Ну, да. То есть на самом деле всего лишь нужно сделать следующее. Нужно отметить налево все образы вершин правого, а на правом все образы при обратном направлении вершин левого. И тогда получится два графа, которые уже одинаково, как графа. Только одинаковое количество вершин, рёдер и всего остального. И останется тем самым только вопрос, который мы уже изучали. Да. Если мы на каком-то рюбле графа ставим дополнительную вершину, то почему при этом не меняется число b? Ну, это очень легко, потому что при этом увеличивается на единицу совершенно количество рёдер. Вот и все. На самом деле это просто. С двумерными концинками все не так просто, потому что, во-первых, там более интересные подразбиения, там только точки можно ставить, а можно грани резать на другие грани довольно сложным образом. А во-вторых, там ещё и рёбра могут плохо пересекаться. Это, по-моему, действительно. Ну, хорошо, ладно. Это было скорее завершение прошлого занятия. А сейчас новое занятие про полиэдры. Значит, я напоминаю, что сегодня мы клеим не графы из отрезков, а полиэдры из богоугольников. Всяких вот таких, да? Клеим как угодно, сторонами, вершины к вершинам, стороны к сторонам, а внутренности не клеим вообще. Вот. Но и получается довольно сложная конструкция. Вот. И я хочу для них в перспективе доказать формулу v0 минус v1 плюс v2 равно β0 минус β1 плюс β2, где это число вершин, это число рёбра, это число граней, это число компонент связности, а вот эти два числа мы ещё даже и не определили, не говоря о том, что доказали формулу. Вот. Сейчас будем определять. Значит, начнём с β2. Это немножко проще. Значит, β2. Ну, давайте так. Набор граней. Значит, давайте вот здесь, поскольку там нарисован граф, я всё-таки напомню определение для графа. Граф. β0 количество компонентов. Для полиэндров то же самое. Давайте с этого и начнём. Вот. Я уже говорил вчера. Ну, давайте с этого и начнём. β0 количество компонентов связности. Дальше. Для графов было так. Набор рёбер. 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 Илеров. Если к каждой вершине, вершине привыкает чётное число рёбра. Количество элеровых наборов равно 2 в степени β1. Это только цепи двойки, надо оказывать. Для граней. Для полиэндров, простите. Набор граней. Набор граней. Граней. То есть, вот таких многоугольников, да? Граней. Илеров. Если к каждому ребру примыкает чётное число кусков граней. Сейчас я пишу, почему кусков. Чётное число. 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 Кусков граней. Вот почему кусков. Точно так же было здесь число. Давайте я напишу полурёбер, чтобы было понятно. То есть, иными словами, здесь считается так. Вот если у нас есть вершина, надо нарисовать те концы, которые примыкают к этой вершине, и посчитать их. Если чётное, то всё хорошо. При этом, если два конца принадлежат на самом деле одному и тому же ребру, то это совершенно не важно. Считаются именно концы. С гранями та же история. Здесь надо взять любое ребро, и к нему может примыкать несколько граней. Вот здесь я нарисовал так в силу своих нулевых художественных способностей 4 грани. Да? Вот надо посчитать, сколько кусков грани привыкает к данному ребру, и набор будет элеров, если для каждого ребра это число чёрное. При этом нас совершенно не интересуют вот это вот и вот это. Это куски одной и той же грани или двух разных. Может быть как угодно. Я напоминаю, что можно приклеивать ребро к сторону, к стороне той же грани. Это желание. С перекрутками, с перекрутками, как хотите. Вот. Вот если к каждому ребру привыкает чётное число кусков граней, быть может одинаковых, то это называется аэрознабор. Чётное число в частности может быть 0. Вот. Вот. Теперь давайте смотреть. Я утверждаю, я утверждаю, что если, если а и б или наборы граней, а раньше было, если а и б или наборы граней, то их симметрическая разность, которую мы традиционно обозначаем символом плюс, то же аэрознабор. И здесь тоже. То а плюс б и аэрознабор. Ну, понятно, что это совершенно одна и та же теорема. А здесь теорему мы уже доказывали. Я напоминаю. Помните, какая была двухцветная картинка? Несколько ребер из А, несколько ребер из Б, часть из которых общая. Теперь, если посмотреть, сколько ребер симметрической разности привыкает, то надо сложить все синие ребра, потом плюс все красные ребра, это все четное число, и выкинуть все ребра, которые не синие и красные. Это число тоже четное, потому что мы каждый раз выкидываем по два ребра, да? Поэтому получается число четное. Здесь абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. Грани могут быть из набора А, да? Могут быть из набора В. В том числе некоторые грани могут совпадать. То есть, если мы рассмотрим симметрическую разность, то у нас было в наборе АА два А граней, в наборе В2В граней, совпадающих граней К, поэтому надо вычесть 2К, и получается число четное. Да? Это сколько в БА, это сколько в БА, это сколько в ЛИВ. Вот. Поэтому получается, что если два набора грани Эйлерово, то их симметрическая разность, то есть сумма Эйлерово. из этого следует, как мы уже убедились аж позавчера, что количество Эйлеровых наборов это... Чего? Это степень двойки. Вот показатель этой степени называется БЭТА-2. Количество Эйлеровых наборов. БЭТА-1 я сейчас определю, но давайте, чтобы освоиться, посчитаем примеры. Потому что, в отличие от БЭТА-1, БЭТА-2 вещь, видимо, совсем непривычная. Давайте посчитать. Значит, первый пример такой. Берем полиэдр, который мы рассматривали вчера, в самом конце, называется цилиндром. Это мы берем один прямоугольник и приклеиваем его в вертикальную сторону друг к другу, просто как степа бумаги, как по стрелочкам. Давайте попробуем посчитать у этой штуки. БЭТА-0 у нее очевидно единица, потому что он связан. Давайте попробуем у этой штуки посчитать БЭТА-2. Для этого надо сначала сказать, какие здесь вершины, ребра и экраны. Сколько здесь вершин, можно сказать? Две. Две, а именно. Вот эта вершина А. Эта вершина А. Они склеены. Эта вершина Б. И это Б. Эти две не склеиваются. Очень хорошо. Сколько здесь вершины? От одного до трех. Сколько? Три, да? Значит, вот это ребро Е. Это ребро Е. Они склеены. Это ребро Ф. И это Ж. Ф уже разные. Они не склеены. Ну, понятно. Верхняя кромка цилиндра, нижняя и одна образующая. Да? А грани сколько? Одна. Одна грани. Отлично. Вот. Давайте посмотрим, какие здесь есть эйлеровы наборы граней. Но один неверно. Потому что один здесь есть вообще любого полиэдра. А именно. Пустой. Пустой. Эйлеровы наборы. Но его надо считать. Потому что это значит неправильный ответ. Эйлеровы наборы. Наборы. Грани. Грани. Первый пустой набор. Еще есть? Ну, забавайте. Набор, состоящий из одной грани альфа. Он тоже эйлеров или нет? Он эйлеров или нет? Да, эйлеров. Потому что к Е примыкает с двух сторон. Значит, смотрите. К Е примыкает грань с двух сторон. Поэтому к Е примыкает два куска. Четная. А к Ф и Ж? К Ж не по одному. А к Ф и Ж только по одному. Поэтому для Ф и Ж ситуация нечетная. Ситуация нечетная. Если этот набор не эйлеров. Ну, это что, проблема. Это просто ответ. Других наборов здесь нету. Эйлеров набор один. Да? Пустой. И b2, соответственно, равно. Чтобы это было равно единице. Нулю. Да, b2 равно нулю. Бывает. Такой аналог дерева. Скажите, а если у меня будет не цилиндр, а лента миобиуса? То есть все точно так же склеивается. Сейчас только я найду. Хорошо. Но склеиваются вот эти вот самые, вот эти самые ребра склеиваются перекруткой. Вот так. Что изменится? Количество эйлеров набора. Количество эйлеров набора какие будут? Эйлеров набора будут точно такие же. Потому что пустой по-прежнему и всегда эйлеров. А альфа эйлеров не будет, потому что по-прежнему к f и g примыкает только одна грань. А там одно. Там одно ребро. Там одно ребро. f и g будет одним ребром. Как же это одним ребром? Давайте аккуратнее. Ну, во-первых, если будет одним ребром, это не меняет тело. Одним ребром он не будет. Потому что вот с вершинами действительно будет по-другому. Какие тут будут вершины, если это лента миобиуса? Вот это вершина А. Да? Вот это вершина какая? b. Они не склеиваются. Вот это вершина. b. А вот это? a. Да? Рёбра, я буду сказать, что рёбра нарисованы правильно. Ну, просто вершины а и b соединены теперь двумя ребром. Вот. Бывает. Вот. И по-прежнему этот набор не эйлеров. а бета-2 равно нулю. Да. К каждому ребру, если к каждому ребру примыкает, я целую срочку пропустил, да? К каждому ребру примыкает из одного альфа. Нет. Еще раз. Это наборы граней, а не лёдер. Эйлеровые наборы бывают граней. Это раньше они были наборы лёдера. Эйлеровые наборы граней. Вот. Эйлеровые наборы граней у нас еще будут, а потом. Эйлеровые наборы граней всего-то два. Пустой и альфа, да? Вот. Пустой да, а альфа нет. Хорошо. Чуть более, даже не сложный, чуть более длинный вопрос. Давайте рассмотрим граф, который называется Тетраэдер. Не, не граф, а Лейф. Он называется Тетраэдер. Здесь ничего не склеивается, это самый настоящий Тетраэдер, который все видели. Значит, у него вершины очевидно 4, А, В, С, Т. Сколько у него рёбер? Шесть. Шесть рёбер, потому что любая пара вершин соединены ребром, а из четырёх вершин можно выложить шесть пара, тогда уже известно, да? С из четырёх позор, кто знает. Так, а грани у него сколько? Четыре. Четыре, потому что любая тройка вершин – это грань, а троек – четыре штуки, да? Четыре грани. Ну, опять же, β0 здесь равно единица, потому что она очевидно связанная. Да, только это двумерная, это правильно, то есть внутри у него ничего нет. Это поверхность, правильно, по-моему, да? Вот. Давайте попробуем посчитать у него β2. Один. Один. То есть вы хотите сказать, что здесь имеется два элеров набора граней. Давайте подумаем, какие. Пустой. Один я знаю, пустой, да. А грани, ну давайте назовём просто один, два, три… А нет, грани мы назовём так – ABC, AC, AC и так далее. Просто есть набор вершин. Так. Какой ещё здесь элеров набор граней? Все грани. Все грани, да? Совершенно верно. Ну, я напишу все грани. А почему он элеров? Потому что каждое ребро примыкается к двум граням. Да, потому что так устроен тот райзер, что каждое ребро привыкает ровно к двум граням. Два – это чёрное число. Хорошо. А почему… Ну, если правильный ваш ответ, чтобы это два равно единице, то почему других элеров наборов нет? Набора должно быть два, и тем самым это всё. Почему больше нет элеров наборов? Давайте. Допустим, что есть ещё один непустой набор. Так. Возьмём какую-нибудь грань, которая входит в него. Ну, да. Если одинаково… Так. Да. Ну, рассмотрим одно из ребер. Рассмотрим одно из два ребер. Вот это, да. Ну, тогда к нему должно примакать чёрное число грани, значит, он та грань… Значит, соседняя грань тоже в наборе. Так. Ну, и для других двух ребер она отличная. Да. Ну, на самом деле, соседние ребер – это грани три, и к ним примывают три различные грани, чтобы скомпенсировать чётность на трёх ребрах, придётся добавить все три оставшихся грани. Совершенно верно. Если есть хоть одна грань, то все три её соседа должны входить, иначе останется неспомпенсированное ребро, а тогда это все грани. Вот и всё. Вот и всё. Значит, здесь у нас β2 равно единице. Между прочим, если я вместо этого тратим на свой куб, или страшно подумать, любой выпуклый многогранник, то ситуация будет абсолютно та же. Потому что выпуклым уж точно многогранник, с ним и выкручить хитрее, к любому ребру прибывает две грани. И довольно легко сообразить, можете пока доказывать сложные вещи, сообразить, что если хоть одна грань в набор входит, то входят все. Просто так, потихоньку, добавляя новые грани, каждый раз будем получать нескомпенсированные ребро, пока не добавим все грани. А если все грани добавят, то всё. Вот. Ну, хорошо. То есть на самом деле β2 равно единице, довольно распространенная ситуация, хотя и не единственная, конечно. А вот если бы у нас было два татарера, просто две компоненты связаны, то β2 очевидно было равно двум, потому что единица здесь, единица здесь. Можно взять все грани одной компоненты, все грани другой компоненты, ничего или всё. Четыре набора. Ну, хорошо. Хорошо. Ладно. Это примеры. Это примеры. А теперь я хочу определить β1. β1 – это посложнее будет. Значит, для графа β1 определяется написано как. Это, значит, логарифм по основанию два количества единых наборов. Ну, для полиэдра… Для полиэдра… Я скажу определение. Давайте сейчас подумаем, что бы могло быть. Ну, вот есть какой-то полиэдр. Я здесь живу в далеко не общей ситуации, а именно в круге. Ну, вовсе. Казалось бы, у него есть лёбра и вершины. И что нам мешает определить β1 просто как β1 графа составленной из вершины рюта, игнорируя грани. Вот в β0, например, это прошло. Да? Мы вчера доказывали, что количество компонентов связанности при отсутствии грани, при наличии грани всегда одинаковая. Да? Вот. Что нам мешает? Ну, определение, конечно, можно давать какие угодно, но я уверяю вас, что если мы так определим, то вот такая формула точно будет не верна. Точно будет не верна. И кроме того, нам хорошо бы иметь такое определение, чтобы… Хорошо бы иметь такое определение, чтобы у гомеоморфных полиэдров можно было бы ожидать, что у них все эти β0, β1, β2 одинаковые. Для β2 это правда, и для β2 это сейчас и так, хотя сейчас, конечно, совершенно не очевидно. Надо доказывать. Вот. Но вот если определить β1 как β1 просто каркаса, то очевидным образом это будет неправда. Потому что если мы возьмем грань и, скажем, просто подразобьем ее на две меньших грани, да, ну, это, очевидно, тот же самый полиэтр, и не должно ничего меняться. Можете подумать, почему, например, β2 при этом не меняется при подразделении. Ну, потому что если две грани в набор либо входят, либо не входят ни одна. Поэтому это все, что одна край. Да? Вот. Но вот ясно, что у каркаса β1 сейчас изменилось. У нас уже достаточно опыта с вами с вчерашнего дня. Понять, что если у вас есть график цикл, и мы этот цикл вот так вот порежем, то β2-кас увеличится на единицу. При стягивании будет одна лишняя петля, да? Вот. Здесь β1-каркас увеличился, а мы бы хотели, чтобы β1-полиэтр, так как мы ее сейчас определим, не менялась. Но в чем, собственно говоря, проблема? Проблема в том, что вот этот вот лишний цикл, значит, здесь раньше был вот такой цикл, да? В этой грани, обход этой грани. А сейчас появилось два цикла. Обход вот такой, и обход вот такой. А тот цикл, который был раньше, является их суммой. То есть в единической разности, да? Вот. Но в чем, собственно говоря, разница? В том, что вот эти вот циклы, которые новые, которые появились, они как бы заклеены гранями. И идея правильного определения β1 заключается в том, чтобы не считать те циклы, которые заклеены гранями. Считать только те, которые нельзя гранями заклеить. Но сейчас я определю это, правильно сказать. Вот. Теперь определение. То есть сейчас определение β1 будет включать в себя и ребра и гранями, в отличие от определения β1. Набор рёдер и элеров, если, смотри, как в граммах, если к каждой вершине примыкает чёртое количество концов лёд. Быть может, одни хинься. Наборы... Элеровы наборы, простите. Элеровы наборы. Да, извините, это прежде чем я давать определение. Я хочу немножко переформулировать определение β2, простите. Это важно. Вот смотрите. Имеется грань. Я хочу грани, я хочу грани отделить. Я хочу грани, значит, пусть α это грань. Я хочу у α определить границу. Граница... Это стандартная символ, это вот такая круглая, да, это символ границы. Это набор ребер, которые лежат на границе грани в нечётном количестве. Это вот что. Это те ребра, к которым данная грань примыкает нечётное число раз. Ну, то есть надо смотреть только те ребра, которые лежат на границе именно этой грани. Остальным она не примыкает вообще, а 0 это чётное число, да. Но даже эти могут входить не все. Вот, например, в данном случае граница вот этой грани, это что такое? Что там? Это множество состояний g или в другом обозначении это f плюс g, да, это два одноточечных множества. Сейчас мы берём симметрическую разность из объединения, да. А e не входит, потому что к e грани подходят два раза. Но, в принципе, в более сложной ситуации могло бы быть так, что у нас есть какая-нибудь грань, да, и мы у неё вот эти три ребра склеиваем, да, этого e, e, e. Тогда такое e будет складеть в границу, потому что три – это нечётное число. Не обязательно склеивать эти две ребра подло, а не могу сказать, в одном смысле, да. Вот, вот надо взять грань, взять грань и посмотреть, с каким ребрам она привыкает к ничёртое число разности. Тогда, тогда набор граней, да, даже для одной грани. А для набора граней нужно взять границу каждой грани и сложить их. Сложить и взять симметрическую разность. Ну, или, если угодно так, граница набора граней – это те ребра, к которым эти грани, какие-нибудь из них примыкают к ничёртое число раз. Или симметрическая сумма, в какой смысле, симметрическая сумма всех ребер, нет? Симметрическая разница называется, но… Ну, ладно, да. Ну, объединение делилось в пересечении. Вот, в частности, Эйлеров набор граней, да, Эйлеров набор граней, это тот набор, у которого границ пустая. Это набор граней, набор граней, граней, Пси, у которого Д Пси равно 0. Между прочим, то же самое можно было сказать и для ребер, для графов. Можно было сказать так, что границей ребра являются два его конца. Если они совпадают, то 0. Границей набора ребер являются те концы, к которым этот набор подходит нечётное число раз. А Эйлеров набор – это тот, в котором граница 0. Полная аналогия. Вот. Так вот, набор ребер Эйлеров, если его граница 0. Если он подходит к каждому ребру. К каждой вершине чётное число раз. Набор Эйлеровы наборы… Вы… Наборы… А и В… Эквивалентны… Эйлеровы наборы, простите… Эйлеровы… Эйлеровы наборы ребер… Эйлеровы наборы ребер, а и В эквивалентны… Если их сумма, то есть симметрическая разность, это граница какого-нибудь набора грамм. Если их сумма, то это что? Если два эйлеровых набора ребер эквивалентны, если их симметрическая разность, это граница какого-то набора границей. Я сейчас прокомментирую, это очень просто. Значит, смотрите, первое утверждение, которое здесь надо понять, потому что понять, это утверждение такое. Если у нас есть грань, то ее граница это эйлеровых набор ребер. Эйлеровых набор ребер каркаса, да? Что-что? Эйлеровых набор ребер каркаса. Ну, а ребра они все в каркасе. Нет, в каркасе есть набор ребер одна. Вот, да. Значит, если у меня есть любая грань, то ее граница это эйлеровых набор ребер. Но проще всего это понять, если вдруг ребра данной грани ни с кем, ни друг с другом не склеиваются, да? Тогда граница это что? Простой цикл. Это простой цикл, да? Простой цикл эйлеров набора. Но бывает, конечно, бывает, конечно, что ребра склеиваются, вот как на этой картинке. Вот, можете здесь убедиться, что набор действительно эйлеров? Что к каждой вершине примыкает четное количество ребра. Как это называется? Ну, к вершине а примыкает что? f и? А е не входит границу. Ну, мы можем во всех точках склеить все наше с другой стороны. И g с другой стороны. Получим простой цикл. Значит, еще раз. Граница грани альфа это f плюс g. Е в границу не входит, потому что к ней подходит четное число раз. Да? При этом к вершине а примыкает как f, так и g. Их четное количество. 2. К вершине b примыкают они же. Их 2. Чертное количество. Давайте подумаем в общем случае. В общем случае. Вот у нас имеется грань. Да? И имеется какая-то ее вершина. Какие ребра к ней примыкают? Сколько? 2. Ну, это при такой картинке непонятно на самом деле. Если буква а нигде больше на этой картинке не встречается, то есть эта вершина ни с кем не склеена, то потенциально есть два ребра. Е и f, да? Но, смотрите, а что может быть? Не может быть склеены. Если е и f друг с другом не склеены, вот предположим, а больше нигде не встречается, да? Тогда, если а нигде не встречается, то е ни с кем не склеена. Потому что а это конец е, и если бы е было с кем-то склеено, то здесь была бы еще одна а, да? А если там с е. Совершенно верно. Здесь осталось всего два случая. Либо е и f просто отдельные, тогда их два. Примыкает к а, и два это четко. Либо е склеено с f, да? То есть это тоже е. Тогда сколько примыкает к а? Неверно. Ноль. Ноль. Потому что е тогда не входит в границу, к ней грань подходит два раза. Здесь и здесь. А тогда а тоже входит? Нет. Еще раз. В границу, в грани входит только ребра. Я хочу проверить, что это граница элеров набор ребра. Для этого я смотрю все вершины, в которые эти ребра вообще могут входить. Например, а. Но выясняется, что а никто не входит. Никто и никто. Ну, хорошо. Ноль – это черное число. Границы крайней не содержат никаких вершин, например, в трех. Вот. Хорошо. Хорошо. Но ведь может так быть, что е и f склеены с чем-то еще. Вот здесь есть еще какая-то е. И, соответственно, одна из вершин будет а. Еще здесь есть е. И еще одна вершина будет а. То есть этих а может быть несколько. Да? Как убедиться, что в а тем не менее входит четкое количество ребра? У них по-прежнему две. Это е и f. Нет? Нет. Ну, как? Это f1. Это f2. Это f3. Только f3 не граничит сам. f3 не причем. Это правда? Ну, вот пример. Давайте посчитаем. Сколько здесь входит ребер от границ в а? 3. Если 3, тогда неправильная теорема. Должно быть четное число, если я вообще правду говорю. Ну, давайте посчитаем. Во-первых, что такое граница в данном случае? 4. Сейчас. Вот граница грани альфа в данном случае. Что такое? Я нарисовал пример. e встречается 3 раза, да? Поэтому это просто 1 раз. e плюс e плюс e равняется e. А f1, f2, f3 по одному разу, да? Итак, все 4 ребра входят в границу. Давайте посмотрим, кто примыкает к вершине а. e. e примыкает. f1 примыкает 2 раза. f1 примыкает 2 раза, совершенно верно. f2 примыкает 1 раз. Итого, общее количество примыканий? 4. То есть, черное. Хорошо. Кто готов доказать, что как бы тут не склеивалось, как бы тут не склеивалось, количество примыканий всегда черное? Ну, или хотя бы предложить разумный план доказательств. То есть, речь идет в случае об одной границе, да? Потому что если мы сейчас докажем, что для одной грани, соответственно, ее граница всегда эйдерного множества, то для объединения грани это будет просто симметрическая разность эйдерного множества. Ты еще раз доказываешь, что надо взять на эйдерного, да? Вот. Там что-то симметрическая разность от границ разных границ, да? Хорошо, а как вы доказываете? Ну, у нас вот в изначальной картинке из каждой вершины выходят по два ребра. Так. Значит, суммарное количество у нас четное. Суммарное количество чего? Концов ли у нас? Да. Хорошо, да, четное. Выходящее количество. А после этого, когда мы их склеиваем, можно заметить, что оно у нас не изменяется или изменяется на четное число. Ну, общее количество всех концов нас не очень волнует даже. Важно в каждой точке привыковать четное количество концов. Ну, я и говорю. Вот берем, отмечаем все точки, которые в конце концов склеиваются в одну. Вот из них суммарно выходит четное число ребер. Ну, спасибо. Значит, я бы сказал, что цены в этом плане следующие, что надо сделать шаг за шагом. Вот предположим, что у нас уже есть какая-то конфигурация, где все хорошо. Надо проверить, что если мы еще чего-нибудь доклеим, что-нибудь сейчас отождествим, то все будет хорошо. Ну, это не очень сложно, да. Вот пусть у нас есть конфигурация. Теперь мы взяли, например, E отождествили с F3, которая раньше вообще здесь ни при чем была. Что делать? Значит, как изменились ребра, подходящие к точке A? На два углечащих обычащих. Давайте подумаем. Вот если здесь E склеится F3, то как изменится ребра, подходящих к точке A? Ну, вы считаете, если E компенсирует F3, то оно не увеличивает, да? Ну, как? Я знаю, что такое границы. Если к E грань подходит четное количество раз, то E не считается, да. Ну, вот A подходила четное и туда подходила четное. Когда мы склеим, мы отождествим вершины. Получается, что добавляется четное число и принимается 2, 2 и грань. Очень симметрическая разность двух множеств. Но когда мы отождествуем, мы на самом деле делаем симметрическую разность множеств ребер. Да, это правда. Вот смотрите, при склейке новых ребер у нас вершина A, которую мы анализируем, вообще склеивается какой-то другой вершин. И те вершины, которые подходят к новой склеенной вершине, это те ребра, которые подходили к первой, плюс те ребра, которые подходили ко второй, потому что теперь это одно и то же, минус их объединение. Почему? Потому что если ребро подходило и к первой, и ко второй, да, это одно и то же. Ну, на самом деле, не совсем так. Это те ребра, которые подходили к первой, четное количество, плюс те ребра, которые подходили ко второй. Минус, некоторые ребра, некоторые, не все. Ребра, которые подходили, какие ребра исчезают? Вот если при склеивании вершин, два ребра тоже склеились, да, то они исчезают. Потому что теперь к ним грань подходит два раза. Как к этому, так к этому. Если раньше это ребро первое присутствовало, значит, мне грань это нечетное количество раз. Это тоже присутствовало, к нему тоже нечетное. Теперь они склеились, нечетное плюс нечетное, черное, ребра исчезают. Да? То есть те ребра, которые склеиваются, они с границей исчезают. Из-за черности. Вот. То есть получается следующее, что, когда две вершины, вот, например, A, D, D, B, как-то склеиваются, то то, что подходит к новой обедненной вершине, это то, что было раньше, сумма двух черных чисел, минус какое-то количество пар ребер. Мы не знаем какое, но важно, что это пара. Они склеиваются и исчезают по парам. Вот. А раз по парам, то сумма остается черных. Сумма остается черных. Хорошо. Значит, совсем, если бы это была, я не знаю, была алимпиада или экзамен, надо было бы еще решение оформить, я думаю, что на нашем уровне это уже более-менее все. Ну, смотрите. Значит, во-первых, вот эта штука, это всегда иеров набор. Значит, у одной грани, ее границы всегда иеров набор, ребер, у объединения грани, у набора грани тоже иеров набора, потому что это симметрическая разность иеровых наборов. Так вот, два иеров набора ребер называются эквивалентными, если их сумма – это граница какого-нибудь набора границ. Пример. Пример. Вот здесь вот в тетраэдре имеется иеров набор ребер. АС плюс СД плюс АД. Он является границей, сам является границей, грани АСД. Да? Кому он тем самым эквивалентен? Пустому набору ребер. Совершенно верно. Если к нему прибавить ноль, это будет он же, и это получается граница. Значит, этот набор ребер просто эквивалентен пустому. Это и есть реализация той идеи, что тех циклов, которые можно заклеить гранями, мы не считаем. Вот. Но теперь давайте аккуратно. Слово эквивалентен накладывает на нас некоторые ограничения. А именно нужно, значит, это в свое время даже в школе изучали, сейчас я не знаю. Слово сочетание с отношением эквивалентности кому-то что-нибудь говорит? Что? Отношение эквивалентности. Да. Говорит, но не всем. Я сейчас объясню, в этой ситуации это довольно просто. Это довольно просто. Давайте проверим. Значит, у нас два набора могут быть эквивалентными или нет. Да? Давайте проверим, что у этого отношения между наборами есть такие простые слова. Значит, первое свойство такое. Каждый набор эквивалентен сам себе. Что это означает? Этот метр считается эквивалентным. Надо рассмотреть А плюс А. Это ноль, пустое множество ребер. И это граница чего? Пустое множество грамм. Выглядит как дурная схоластик. Контимент. Хорошо. Второе свойство такое. Если А эквивалентна В, то В эквивалентна А. Ну, здесь это просто из-за того, что А плюс В равно В плюс А. Симметричная операция. Третье наиболее важное свойство такое транзитивность. Оно как раз чуть менее очевидное. Что если А эквивалентна В, а В в свою очередь эквивалентна С, то на самом деле А эквивалентна С. Ну, давайте посмотрим. А плюс В – это граница какого-то набора Пси1. Буква Пси, короче, а первая? Любую просто. В эквивалентна С, значит, В плюс С – это граница какого-то набора Пси2. А нам нужно А плюс С, да? Что это такое? Ну, В плюс С и плюс к разности. Надо сложить два уравнения, да? Получится А плюс В плюс В плюс С. Но В встречается в сумме два раза и просто уходит, да? В плюс В равно нулю. Значит, остается А плюс С. А здесь будет Д Пси1 и Д Пси2. Это что такое? Д Пси1 плюс Д Пси2. Это, как легко сообразить из определения, да, что это симметрическая разность. Это Д от Пси1 плюс Пси2. Симметрическая разность двух наборов, двух границ – это граница симметрической разности наборов границ. Сообразите, почему это совсем просто. Вот. То есть получается, что это граница какого-то набора границ. Какого-то набора. Вот. Из этого следует... Из этого следует... Давайте у него... Из этого следует... Такое утверждение. Такое утверждение. Что если мы рассмотрим... Давайте рассмотрим все Элеровы наборы. И обор. Их там сколько, это два квадратных степени. Вот возьмем какой-нибудь набор. И теперь перечислим здесь все наборы, которые ему эквивалентны. Они эквивалентны ему и следовательно, эквивалентны друг другу. Потому что если два набора эквивалентны третьего, то по сочетанию свойства 2 и свойства 3, они эквивалентны между собой. То есть мы можем перечислить А и все остальные наборы, которые ему эквивалентны. Обведем их кружочком. Может быть это все, может быть все наборы эквивалентны. Но если не все, то есть какой-то набор С. Который не эквивалентен А и следовательно, не эквивалентен никому из бы имных. Потому что если бы он хоть кому-нибудь здесь был бы эквивалентен, то поскольку здесь все попарные эквиваленты, он бы им тоже всем был бы эквивалентен. У С есть свои какие-то эквивалентные наборы D1, Dk. Которые все эквивалентны С и значат друг другу. Мы обводим их кружочком. Если это все, то все. Если нет, то есть набор Е. И эквивалентный Ему. Обводим их кружочком и так далее, и так далее, и так далее. Получается, что все Эйнерные наборы распадаются на классы эквивалентности. То есть все множество Эйнерных наборов можно разбить на непересекающиеся подмножества. Так что внутри подмножества все попарные друг другу эквивалентны. А в разных подмножествах никогда не эквивалентны. Это тривиальное следствие вот этих вот свойств. Если бы в разных подмножествах нашлись бы эквивалентные наборы, то подмножества просто бы совпали. Потому что любой набор отсюда был бы эквивалентен любого набора отсюда всего. Тривиально. Если что-нибудь пересеклось, то все. Значит, все распадается на классы эквивалентности. Теперь я утверждаю, что... Я напоминаю, что общее количество эйлеровых наборов Рёберн в степени 2. Это утверждение прографа, мы его знаем. Это 2 в степени β1 от каркаса. Не от S самого, который мы еще не определили, а от каркаса. β1 от S мы сейчас определим. Я утверждаю следующее. Я утверждаю, что в каждом наборе, в каждом классе, простите, здесь одинаковое количество элементов. Это настолько важно, что давайте я это пишу как теорема. Это, правда, 2 у нас, правда. Теорема. Каждый. Все классы эквивалентности содержат Одинаковое количество элементов. Вот. Значит, здесь же одинаковое количество элементов. Доказательство очень просто. Вот среди этих классов есть один выделенный класс. А именно тот класс, который содержит пустую множество. Здесь лежат все наборы, которые эквивалентны пустому. То есть все наборы, которые являются границей сами. Все границы. Это класс, содержащий все границы. Вот в нем сколько-то элементов. Я утверждаю, что у всех остальных классов равно 100. Для того, чтобы это доказать, я сделаю следующее. Я в каждом классе, сколько бы их тут ни было, отмечу один элемент. И назову его, соответственно, С1, С2 и так далее, СКТ. И установлю между этим классом и выделенным взаимно-однозначное соответствие. Взаимно-однозначное соответствие будет устанавливаться так. Доказательство. Если С эквивалентно СИ, то давайте мы поставим в соответствие С класс С плюс СИ. Я утверждаю, что этот класс эквивалентен нулю. Определение. Да. Значит, здесь такая длинная цепочка определения, что я видим, мы что-то перестали понимать. На самом деле здесь практически ничего вообще не написано. Что такое С эквивалентно СИ? С плюс СИТ есть граница. Что такое С плюс СИТ эквивалент на нулю? С плюс СИТ, ну плюс ноль, если хотите, равно границе. Той же самой границе и равном. Плюс ноль, это ничего. То есть, если два класса эквивалента, то их сумма эквивалент на нулю. Это одно и то же утверждение. Так вот, я теперь в каждом классе выделяю СИТ, и теперь каждый элемент этого класса отображаю в сумму этого элемента СИТ. Значит, получается отображение из вот этого класса в выделенный класс. В частности, само СИТ переходит куда? В ноль. СИТ плюс СИТ равно нулю. Я утверждаю, что этот соответствующий взаимно однозначный. Ну, давайте поймем почему. Надо доказать, что два класса не могут переходить в один. Если С плюс СИТ равно С' плюс СИТ, это два разных класса, а после того, как мы прибавили СИТ, то получалось одно и то же. Как доказать, что СИТ и С' это одно и то же? Прибавить СИТ к обеим частям равенства. Мы уже делали это трех вчера, когда работали с базисом. Прибавится все, что вычесть. СИТ и уходят. С равно С'. Значит, здесь, по крайней мере, два разных класса переходят в разные. Вопрос. А как доказать, что в каждый класс что-нибудь переходит? Вот есть здесь какой-то класс В, да? Что в него переходит? Может, здесь ничего нету? В В В плюс СИТ. Совершенно верно. Здесь стоит на самом деле класс В В плюс СИТ. Ну, В В плюс СИТ, если еще раз прибавить СИТ, то переходит в В, это точно. Вопрос только, почему в этом классе клавиатства нет В В плюс СИТ? То есть, почему В плюс СИТ эквивалентен СИТам? Мы просто прибавим СИТ. Если прибавить, то получится В плюс СИТ плюс СИТ равно В. Но В лежит вот в этом классе, да? И значит, эквивалентен нулю. Что нам, собственно, и требуется. Вот. Так что это очень несложное утверждение. Получается, что все множество гейлеровых наборов ребер в количестве 2 в степени, там, β1 от каркаса, разбито на равные куски. Но если общее число элементов, это степень двойки, и куски все равные, то получается забавная вещь. Получается, что, во-первых, в каждом куске тоже степень двойки элементов, а там, вот, делителем этого числа, он степень двойки, делитель, это только степень двойки. И количество кусков, это тоже степень двойки. Это часто. Так вот, так вот, определение, 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 количество классов эквивалентности эйлеровых наборов ребер мы доказали, что это степень двойки, так вот, показатель этой степень называется β1 от πn. Сейчас посчитаем примеры. Это, конечно, непривычное определение и не очень простое. Давайте начнем с цилиндра. Давайте начнем с цилиндра. Вот, то есть у нас имеется одна единственная грань, значит, вот так распределены две вершины и три ребра. f, g и e. Грань А. Давайте посчитаем, какие у нас бывают здесь эйлеровые наборы ребер. Именно ребер. То есть те наборы, которые к каждой вершине подходят в четном числе. Я начинаю. Пустую. Так. f. Совершенно верно. Набор только из f вполне себе годится. Он к а подходит два раза, а к b не подходит вообще. Значит, f g. Ну просто в силу симметрии расцветство и g они совершенно одинаково. Что еще? fg, потому что сумма, то есть симметрическая разность цилиндра наборов этого. Так. Еще. Те наборы, которые содержат и е. Ну, если они есть, конечно. Нет, еще раз. Е, такое ребро есть. Оно не входит в границу грани, но это значит, что его не видно. Это есть такое ребро. Е, театрически оно может входить в вейнеровный набор, только входит или нет. Е в графе перешейк, поэтому вейнеровный набор ходить не может. Совершенно верно. Кстати, граф, если забыть про грани, граф вот такой. Петля f, петля g и между ними перешейк е. Совершенно верно. Это так, что трое цилиндры, только вот эту вот штуку надо снаружи заклеить грани. Вот, поэтому е перешейк и входить в вейнеровный набор не может. Действительно так. Вот. Хорошо, значит, больше эйнеровных наборов нет. Хорошо. Теперь какие из них эквивалентны? Пустое множество эквивалентно кому? fg. fg. Совершенно верно. Почему? Потому что f плюс g это все тот же самый fg набор. Это граница единственной защитнующей границы. Так. f и g тоже эквивалентны. Почему? Потому что их сумма f плюс g это граница границы. Скажите, а пустые f эквивалентны? Нет. Нет, почему? Потому что f не может быть границей. Почему? Потому что у нас граница единственная. Да потому что у нас есть всего одна грани, граница у нее не f. В общем, другого нет. Да? Просто граница всего одна, граница у нее f плюс g. Такой грани, чтобы у нее граница была f нет. Или такой набор границ. Да? То же все равно это. Итого, сколько у нас классов эквивалентности? 2. Ну, как видите, все правильно. В каждом классе степень двойки элементов 2 и наборов. 2. Да? Значит, β1 равно чему? β1 равно единице для цилиндра, потому что два набора. 2 в степени 1. Отлично. А если бы это было ледным реберусом? То есть, перекрутка такая. Значит, у нас теперь уже а стоит вот здесь, b стоит вот здесь, а все остальное, в принципе, не меняется, включая d α. Да? Что бы изменилось? А ничего бы не изменилось. Совершенно верно. По-прежнему, r, f, j, v, вот эти наборы ребер и рв. Или нет? А, нет. Нет, изменилось бы. Давайте думать. Нет, там... f больше не эйлерз набор, да? Потому что f примыкает к краю, к b, да? У нас граф теперь ребер выглядит так. Две вершины соединены тремя реберами. Значит, граф у нас выглядит как? У нас есть f, g, да? И е. А е как? Е-то соединяет. И е соединяет. Совершенно верно. Вот у нас какой теперь граф, да? Был вот такой, а стал вот такой. Так, какие здесь наборы эйлеров? Пустой все наборы. Совершенно верно. Пустой. И любые два ребра можно взять, да? Потому что все ребра привыкают к a и b, но чтобы было свое четное число. Ну, давайте я прям вот такой нотации буду писать. f плюс g, f плюс e, и g плюс e, да? Итого 4, как и полагается степень двойки, набора эйлеров. Кто из них кому эквивалентен? f плюс g по-прежнему эквивалентен к нулю. f плюс e эквивалентен к кому? Совершенно верно. Два последних эквивалента, потому что если их сложить, f плюс e плюс g плюс e, е уйдет, да? И получится f плюс g, которая является границей. Хорошо. А g плюс e эквивалентен к пустому? Нет. Нет. По той же причине, что и раньше, что у нас есть всего одна грань, и у нее граница не g плюс e, а f плюс e, да? Поэтому вот эти два класса, обведенные рамочками, разные. Поэтому по-прежнему получается, что β1 равно 1, хотя наборы эйлерово другие. Эйлерово набора другие. Хорошо, хорошо. Для тетра-эйлерово. Для тетра-эйлерово. Ну тут уже все посложнее, пожалуй, будет. Кто-нибудь может сказать, какие, вообще сколько эйлерово наборов здесь рядом всего? Значит, граф здесь полный граф из четырех вершин. То есть здесь есть четыре вершины, каждые две садены на ребро. Его можно рисовать, например, вот так. Вот, правильно, правильно, на плоскость. Сколько здесь эйлерово наборов ребра? Чему равно β1 от каркаса? Три. Три, да? Три. Ну правильно. Три, если стянуть там некоторое количество ребра, останется три петли. Останется три петли. Скажите, раз их три, то в множестве эйлеровых наборов должен существовать базис из трех элементов. Мы, конечно, никогда реально базиса не искали, но мы можем здесь кто-то сообразить. Вот этот вот А, В, С, Д, может кто-нибудь перечислить три элемента базиса? А, В, А, С, Д, А, В, С, Д. Три тройки. Три центральные. Любые как раз центральные. Ну, вот три таких треугольника, да? То есть, А, В, плюс В, Д, плюс А, Д, да? А, С, плюс С, Д, плюс А, Д, и В, Д, В, С, плюс С, Д, плюс В, Д, да? Это три простых цикла, то есть, заведомо эйлеровые наборы. И они, на самом деле, образуют базис. Ну, не знаю как, можно просто посчитать, что они... Ну, а, почему они все независимы? Почему никакие суммы из них не равны друг другу? Ну, это сложно. Так? Нет, не сложно совсем. А у каждого из них есть свое личное репроза? Да, у них есть репроза, которые только для каждого цикла то есть, одно репроза, когда только он отвечает, да? Поэтому понять, входит ли данный элемент в сумму, очень легко надо сказать, входит ли соответствующий внешний репроз в сумму, да? Например, если в сумме имеется А, Б, то первый элемент обязательно должен входить, потому что А, Б больше никуда не входит. Ну, и так далее для всех. Поэтому там все суммы разные, в зависимости от того, какие внешние репра входят или не входят. А почему любой рейнерс-набор можно получить как сумму некоторых, может быть, всех или ни одного из этих? И их оказалось, ну, два. Нет, это, наверное, набор грани. Посмотрите, посчитаем формулу. Для Б1 это... Совершенно верно. Надо взять формулу с прошлого занятия. В0 минус В1 равняется Б0 минус В1, да? Здесь вершин В0 сколько? Четыре. Четыре. Ребер сколько? Шесть. Значит, В0 минус В1 равно... Минус В2. Бета 0 здесь равно чему? Единица. Это связный граф. А следно, Бета 1 равно чему? Трем, чтобы 1 минус 3 равнялся минус 2. Значит, Бета 1 здесь равно трем. Всего элементов наборов 8. А сумм образованных из этих трех тоже 8. И они все разные. Значит, все. Больше всего нет. Такой трюк с размерностью. Если мы нашли три элемента, у которых все суммы разные, это зависит по базису. Но так или иначе это базис. Скажите, кто из этих элементов базис, а кому эквиваленция? Сначала пока базиса. Вот, например, этот кому эквиваленция? Все друг другу. И всех сейчас эквивалентом дают. Совершенно верно. Это граница грани какой? А, Б, С. Вот сейчас мы видим. Это есть граница. Это граница грани А, С, Д. Это граница грани А, Б, С. Значит, все три элемента базиса эквивалентны нулю. Но тогда я утверждаю, что и суммы, и все эквиваленты нулю. Потому что, если каждая из них является границей, то сумма является границей суммы. А значит, все Эйлеровы наборы, вот в этом графе, эквивалентны нулю. Значит, здесь просто нет, не пусты. Здесь, соответственно, всего один класс эквивалентности. И бета-1 равно чему? Нулю. Значит, оказывается, у тетраэдера бета-1 равно нулю. Между прочим, у куба та же история. И вообще, у любого кубиклона многогранника, но это уже не совсем очевидно. Только давайте склеим, если мы угодим, как Тор. Если склеим Тор, сейчас будет двойная. Ну, не будет все-таки продвигаться, но такие примеры, да, можно считать. Нет, Тор не является вовременной многогранникой. Но для тетраэдера, если склеим Тор, Тор это вот как, мы склеим как цилиндр. И еще вот эти штуки тоже склеим. Действительно, можете вы упражняться, посчитать здесь бета-1, а самый правильный ответ-2. Ну, хорошо, хорошо. Здесь всего одна грань, поэтому считать несложно. Хорошо, хорошо. Что мы с этим можем сейчас проделать? Начинаем с 15, сейчас еще 15. Отлично, отлично. Значит, мы определили бета-0, бета-1 и бета-2. Можно я просто, а у бутылки клеена тоже 2 будет? Тоже. Вообще, эта штука, она не очень чувствительна, как там мы приклеиваем вот так, или вот так. Да, бутылки клеены тоже 2 будет. Это из-за того, что у нас вся арифметика на поле бутылка клееных. А бутылка клееных это пледа, да? Что бутылка клеена, это вот что. Это склеить как здесь, а вот эти вот две склеить как весь семер. Нет, в смысле, что разрешено самопересечение. У нас нет никаких самопересечений, мы никуда это не вкладываем. Это совершенно абстрактная штука. Мы берем одну грань и отрождествляем мысленные точки. То, что это не помещается в R3, это наша проблема. Ну, в смысле как? Это само по себе интересный вопрос топологии, что помещается, что не помещается. Тут в клеене, кстати, нет, в клеене не помещается. Вот, но эта интересная проблема у нас совсем другая. Не то, что мы сейчас изучаем. Смотрите, мы склеивание, это не процесс в R3, это такое мысленное отрождествление. Мы вполне можем с этим работать. Мы же вот здесь вот ничего тоже в R3 не рисуем, а просто говорим, это одно и то же ребро, это одно и то же ребро. Ему подпроек, да, и столько-то раз. С этим можно работать, не рисуя картинку R3. И так и нам. Ну, хорошо, хорошо. Значит, теперь я уже могу в качестве двух заявленных теорем двух заявленных теорем за вид для теорема. Теорема 1. Для любого полиэтра знакопеременная сумма количеств вершин ребер и грани равна знакопеременной сумме нулевого, первого и второго численностей. Это мы докажем. Сегодня мы не закончим, но достаточно закончим доказательства. Теорема 2. Если полиэтры S1 и S2 гомеоморфны, то их числа бетер и совпадают. Все? Все три. Ну, я, если бы я понимал, что полиэтры бетер только двумерные, но сколько угодно мерные, то ответ был бы всем. Бетер и Т2 для и равняется 0, 1, 2. Все три числа бетер совпадают. Полный аналог ситуации для графов. Доказательства, правда, к сожалению, заметно сложные. Хорошо. Значит, я начну доказывать теорему 1. Когда у меня останется минус 1 минута, я чуть-чуть прокомментирую теорему 2. Значит, теорему 1 будем доказывать так. Там есть несколько очень похожих похожих кусков. Здесь будем доказывать. И первый кусок это програнь. Вот помните, да, что здесь у нас имелись вот все эллировые наборы ребер разбивались на классы эквивалентности, их количество называлось 2 в степени бета-1. И вот здесь был такой выделенный класс. Класс это те наборы ребер, которые являются границами. Вот сейчас мы вот ровно на этот класс будем смотреть внимательно. Вот лемма 1, когда у нас находится теорема 1, лемма 1. Лемма 1 такая. 2 в степени 2 в степени количество граней равняется 2 в степени 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 умножить на количество границ. Границами называется эллировые наборы ребер, которые являются границами каких-то наборов границ. Пример. Пример. вот здесь вот, вот здесь вот в скажем, ленте мёдбюса, вот я хочу стереть это из-за чтобы не было считать, что-то бутылка клеяна. Что-то бутылка клеяна. Вот здесь я ничего не стереву. Это F и F и G. Это разные л. Кто-нибудь помнит результат вычислений, чему равнялось бета 2? нулю. Тут вообще не было ни пустых эллировых наборов границ, у нас из-за F и G, к которому ничего не примыкало. У нас всего одна граница. Да? Хорошо. Значит, здесь происходило следующее. Здесь у нас V2 равно единице, бета 2 равно нулю. Значит, равенство выглядит так. 2 в степени 1 равняется 2 в степени 0 умножить на количество границ. наборов любых 2 пусто и F плюс G первый квадратик. Первый класс. F плюс G это граница альфа, а пусто это набор границ пустого набора. Получалось 2 умножить на 2 равняется 1 умножить на 2. Вот примерно все так же. Значит, общая такая значит, 2 в степени количества наборов 2 в степени количества границ 2 в степени бета 2 умножить на количество границ. Доказательство ли это? Доказательство. Ну, это не противоречит, потому что написано, более того, это следовало бы отсюда только. Здесь все в степени двойки. Вот. Ну, потому что у нас нету обозначения логарифма количества границ. Только поэтому. Сейчас объясню, на самом деле, почему-то все равно удобно, но это так иначе правда. Значит, доказательство. Давайте возьмем произвольный набор границ. Пусть в Си набор границ. Ни велерс никакой. И давайте сделаем следующее. Давайте сделаем следующее. Давайте в каждом посмотрим на эту картину. Я, конечно, не очень должен это оказывать на разных жестках, но тем менее, давайте сюда обратимся. Что такое бета-2 здесь? Количество. Количество в одном наборе. 2 в степени бета-2 это количество классов. 2 в степени бета-2 это количество классов. 2 в степени бета-1 количество классов. А, простите меня. Нет, извините. Сюда не надо смотреть. Значит, что такое бета-2? 2 в степени бета-2 это количество наборов границ. всех любых. 2 в степени бета-2 это что такое? Количество элеров. Количество элеров наборов границ. То есть, на самом деле здесь написано такое утверждение. Существует взаимно однозначное соответствие между двумя множествами. Множеством наборов границ и множеством состоящий без пар. Первый элемент пары это элеров набор границ. А второй это какая-то граница. И это взаимно достаточно отрезки сделать очень легко. Пусть пси набор границ. Пусть пси набор границ. Мы ему сопоставим пар. Второй элемент пары это будет ее собственная граница. это точно граница. Это элемент отсилы. А первым элементом пары должен быть набор границ с пустой границей. Для этого мы сделаем вот что. Вот смотрите. у нас имеется набор границ. И отображение D, которых отображает элеровые наборы ребер. вот тут у каждого набора ребер здесь есть прообразы. Причем не один. То есть может несколько разных наборов границ переходить для отображения один и тот же набор запуск. У двух разных наборов может быть общая граница. Например, какой-то набор может быть пустая граница, а сам набор не пустой. давайте для каждого для каждого для каждой границы выделим совершенно произвольно один прообраз. И вот если это набор ребер E, то вот этот выделенный прообраз назовем сигма с индексом E. А это какой-то E' у него выделенный прообраз называется сигма E' ну и так далее. Могут быть еще прообразы. как выделен совершенно не важно. Так вот, теперь у нас имеется набор границ. Мы взяли у него границу. Это Эльнерф набор ребер, значит он где-то здесь встречается. Давайте напишем в качестве первого элемента пары пси сам набор границ. Которому прибавим сигма выделенный прообраз с индексом равным вот этой самой границе. Вот и все. на самом деле все. Давайте проверим, что все хорошо. Эта граница хорошо. Я понимаю, что вот это Эльнерф набор. То есть у него граница 0. Эльнерф набор границ это набор граница 0. Давайте посчитаем. Я напоминаю, что D сигма Е равно Е. В качестве сигма Е мы выбрали один из наборов границ таким свойством. Какое нам совершенно не важно если бы один раз мы всегда выбрали. Но считаем D от сигма D от суммы равен сумме это линейная алгебра D Psi плюс D сигма D Psi Но граница набора сигма равна его индексу. Значит получается D сигма плюс D Psi равно 0. Значит слева получился Эльнерф набор границ. Мы подправили набор Psi так, чтобы он стал Эльнером. Я утверждаю, что вот это соответствие взаимно однозначное между наборами границ и парами состоящими из Эльнерф набора и границы. Для того, чтобы это сделать, я просто сейчас придумаю обратное отображение. Придумаю это просто. Значит обратное отображение. Имеется у нас пара состоящая из Эльнерф набора Фи и какой-то границы. Я назову ее D А. Как это сопоставить набор границ так, чтобы это были два взаимно два обратных отображения? Ну Фи плюс Сигма А. Совершенно верно. Надо в качестве дфи плюс Сигма А. А это нам известно. Давайте проверим. Если я сделаю обратное отображение. Сюда я должен повестить что? Дфи плюс Дсигма А. Но Фи Эльнеров поэтому Дфи равно нулю. А Дсигма А равно что? А что такое А? Извините, А это набор границ, то есть Сигма А просто само А. Извините, пожалуйста. Фи плюс А просто. Простите, Сигму замыли. Извините. А это набор границ, так чтобы ДА был набор грехов. Да? Извините. Тогда должны не А, а Сигма ДА. Потому что мы выбираем А, Сигма ДА, потому что А не однозначно, потому что А может быть разным. Правильно. Хорошо. Сигма ДА. Правильно. Правильно. Вот так правильно. Давайте подумаем. Вот сюда мы должны поместить что? Дфи это 0 плюс Дсигма ДА. Но Дсигма равно индексу. То есть ДА. А сюда мы что должны поместить? Вот эту штуку плюс Сигма от второго члена. Видите формулу? Плюс Сигма от второго члена. Плюс Сигма ДА. Но Сигма ДА складывается с собой и счезает и остается Фи. Выглядит какой-то непонятным трюком, но на самом деле это правда. В самом деле это правда и получается что количество наборов граней любых равно количество эйлеровых наборов умножить на количество границ. Это очень простое утверждение. Уберем любой набор, у него есть какая-то граница, мы подправляем его на заранее выделенный набор с такой же границы, чтобы получить эйлеровых набор. А границу помним отдельно. Вот и все. Это две информации, что получается при подправлении плюс сама граница полностью определяет исходный набор, чтобы доказывать. Ну хорошо, наверное, наверное, в следующий раз я закончу доказательства теоремы 1. Надо будет доказать два похожие подтверждения про бета 0 и бета 1, потому что все скомпинировать все получится. Вот, это мы сделаем. А сейчас я прокомментирую немножко теорему 2 про гомиоморфные полиэнеры. Почему она с одной стороны не верна, а с другой стороны все-таки так просто, как с одномерной полиэнерой с графами, она не так кажется. Дело вот в чем. Если два полиэнера как бы комбинаторные говорят, то они, конечно, все одинаковые. У них одинаковые величества вершин, леберых граней, одинаковые бета 0, бета 1, бета 2, просто потому что в определении весь счет по определению будет одинаковым. Но проблема в том, что, скажем, поверхность отраинера гомиоморфа поверхности кунда. У них совершенно разное количество вершин, леберых граней. На самом деле, так с аналогической точки зрения все это сфера. Можно спроектировать, скажем, тетрайдер на сферу и куб тоже спроектирует на сферу. После чего эти сферы друг к другу перевести, не знаю, параллельным переносом. Вот у вас получится гомиоморфизм между поверхностью тетрайдера и поверхностью куба. Поднимите руку, кому понятно, что я сейчас болтаю. Мне будет непонятно, спасибо. Вот, ну хорошо. Значит, но у них разное количество граней вершины и рёбер, поэтому так совсем не очевидно, что у них одинаковые бета 0, бета 1 и бета 2. Казалось бы, собственно, не казалось бы, так и есть. Можно действовать как с графами. Взять тетрайдер, взять куб. Перевести одно в другое. Вершины перейдут можно откуда, рёбра перейдут можно откуда, до грани как получится. После чего у нас, скажем, на кубе будет две картинки. Одна исходная картинка из вершины рёбер, а другая новая картинка, нарисованная красным цветом, это образы вершины рёбер, ну и игра, если нужно, по словам вершины рёбер. Тетрайдер. Куда они там перешли, туда перешли. И хочется подразбить, подразбить куб. Ну, а что делать? Афина. Хочется подразбить. Вот раньше мы так и делали. У нас был граф, у него были свои вершины и рёбра, и плюс ещё были красным цветом или крестиком выделены вершины которые пришли из другого гомеоморфского графа. И мы говорили, давайте подразобьём этот граф так, чтобы и старые и новые вершины были вершинами. А теперь ещё этот подразбитый граф на всякий случай отобразим в предыдущий граф, чтобы всё было хорошо. Но здесь всё было просто, потому что подразбиение заключалось в том, что мы на каком-то ребре, если там были крестики, мы просто ставили новые вершины. И очень легко было проверить, что если мы на ребре ставим несколько крестиков, реально один крестик нужно только проверять, то бета-0 и бета-1 не меняются. Что касается двумерной ситуации, она сложнее. Тут есть какие-то грани клуба, и на них есть вершины и ребра тетрально, которые сюда отобразились. Ну, тетрально, да. Тетрально так и бывает. Это хорошо. Как я ему придерживаю. Вот. Хорошо. Значит, правильно, правильно. Значит, вот. Но вопрос, можно ли всё подразбить так, чтобы старые и новые ребра и старые и новые вершины были вершинами и ребрами нового многогранника, нового влияния. Строго говоря, нет. Потому что ребра с точками легко. А ребра могут случайно при гомеоморфизме, который мы никак не контролируем, пересечься очень неприятно. То, что я рисовал. Вы знаете, пересечься в трёх бесконечном количестве точек. Тогда, в принципе, все эти точки пересечения надо бы считать новыми вершинами. Потому что два ребра не должны пересекаться ни для трёх вершин, да. Раз и старые и новые ребро, это ребро, то их точка пересечения это вершина новая. Но не может до бесконечного количества вершин, по крайней мере, мы не хотим рассматривать такие полиадры, если для них половина того, что мы говорим, мы их не верим. Вот. Это первая трудность аналистического плана. Её можно преодолеть, но это некая такая кропотливая аналитическая работа. Нужно доказать, что если между двумя полиадрами есть гомеоморфизм, то есть и гомеоморфизм, при котором таких вещей не возникает. То есть, как бы, подправить гомеоморфизм, чтобы остался гомеоморфизм, орёбр пересекаются по-человечески. То есть, по крайней мере, в конечном числе точек. Это сделать можно, но это вот такая вот эта вот элимитерианальность. Следующая, но следующая трудность уже скорее такая существенная и комбинаторная, но её можно и нужно преодолевать. Пусть теперь пересечение конечное. Тогда мы объявим новыми рёбрами все старые рёбра и все куски новых рёбр, которые тут получаются. Новыми вершинами объявим все вершины, которые здесь есть, плюс все точки пересечения рёбра, которые возникли. И получится теперь, что у нас действительно каждая грань старого полиэдра подразбита на какие-то грани. На какие-то грани. Теперь надо доказать, что при подразбедении грани на меньшие грани не меняется β0, β0 это очевидно, β1 и β2. И это уже существенная задача, но при этом она как раз это не задача, она возьмётся с дикими объектами, это нормальная георетическая, кондераторная, как хотите, задача. Вот. То есть, задача такая, если в многоугольник разбить любым способом намечить в многоугольники, то β1 и β2 не меняются. минус 10? Я сказал, что минус 0, а минус 10, я считаю, значит, не умею. Вот. Ну хорошо. Значит, ладно, тогда я только скажу, что решение этой задачи содержится как раз в отличие от всего того, что я рассказываю в любой популярной книжке про нейрократеристику, вот как раз в том разделе, где написано, что нейрократеристика сферы равна 2. Мы эту задачу решать не будем, но в книжках она есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.